Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Макфлай. Мы в Ельце, жена моя, помаши рукой люди. Вот, кто давно подписан на мой канал, наверное, знает, что у меня есть супер проект. Квартира 19 века в Ельце. Я закончил ремонт, и ко мне начали приезжать гости. Все пользуются успехом, популярностью. Кстати, вы тоже можете приехать. Ссылку на бронирование оставлю, если подписчик, у вас будет скидка. Короче, я решил развивать бизнес и купить еще одну квартиру в Ельце. Вот, сейчас идем смотреть. Мы прямо в центре города. Вот там Куранты, Ленин. Это главная площадь. Квартира находится прямо возле главной площади, буквально 20 метров. В общем, хочу вам показать ее. Ну и можно будет в комментариях обсудить, покупать, не покупать, имеет смысл, не имеет смысл. А может быть, даже успеете купить ее раньше меня, отремонтировать, и будем с вами дружить и вместе мутить туристический бизнес. Вот, кстати, Куранты. Пошли смотреть квартиру. Смотрите по расположению. Получается, вот главная площадь Куранты. Старик Хинкалич. Это Елецкий кружево-фабрика. Вот Красный храм, и вот он, белый домик за Красным храмом. Вот квартира как раз-таки в нем. Мы подошли поближе, собственно, храм. Вот он, этот дом. Вот здесь Елецкая администрация городская. То есть, ну, это максимальный центр. Где стоматология и над стоматологией. Вон, то крайнее окошко. Там примечательна квартира тем, что у нее очень много окон. Там 4 окна по фронту. Она занимает весь торец. Сейчас стоит 920 тысяч квартира. Она маленькая. Но, возможно, торг. В общем, сейчас посмотрим. Гоу во двор. Здрасте. Вот эти 4 окна, да? Раз, два, три, четыре. Ага. Я поснимаю? Ничего? Спасибо. Так, подъезд. А много тут квартир в этом подъезде? Смотрите сами. А, тут непонятно что. Так, заходим. Ух, тут лестница деревянная. 9-10. Тут две квартиры, да, за этой дверью? Хоть тут переход. А, там дальше переход. Это то, что над аркой, да, наверное? Сюда квартира, получается, уходит. И вот сюда вот. Тамбор. А вот это вот, вот это чье? Это не ваше, да? Это соседи? Тоже не знаю. Ну, тут 4 квартиры, да, в этом? Условно, в этом. Ну, вот раз, два, три. А это кладовка какая-то. А. Так. А он тут и стоит? Нет. Я просто поставлю. А, тут вот какая-то дверь куда-то. Это вот я зацениваю вот в этой пристройке, наверное. Я не знаю вообще, тут что было. Классно. А, здесь в начале не было вообще. Ну, я тебя купила. А, как он вообще, он в построке дома. Ну, в 19 веке, понятно. В 18 веке. В начале... В начале 20-го. В начале 20-го. То есть, вот. Смотрите, давайте я сейчас сейчас расширю. Чтобы был понят вход. Она просто купила, хотела, сделать ремонт. А потом забил, наверное, взял. А плита работает, да? Ну, вот этот котел. Все греет, да? Идут вот комнаты. Тут типа ванна с туалетом. Окно. Тут ванна с туалетом. Тут прихожая. Ну, допустим. Печка не функциональная. Тут есть котел. И спечки можно сделать с каминчиком. Есть домохоз. Здесь тут эта пристройка. Не понятно. И вот одна комната. У нас вытянуты. Два окна. И тут, видимо, было еще одно окно заложено. Его можно разложить и смотреть на храм. Прикольно. Прикольно. Славьи под сдачу. Это шикарно. Будет такой гостиничный наград. Вода, газ, котел. А, канализация тоже, да? Все есть? Да. Есть, есть. Вот так вот вода. Сталки высокие. Ну, да. Ирина так платила. Она вот так вот, как выходит, присматривала. Канализация тут, конечно, вот это вот. Или что это? Или это слив с крыши? Нет, наверное, все-таки канализация. Да кто знает вообще, что тут такое. Так, это канализация у нас. Там раковина. Здесь у меня раковина. Вот это вот что-то такое непонятное. Что за перегородка и что она отделяет. И там еще дверь какая-то. Да, там заложено одно окно. И здесь окно заложено. Вот эта дверь куда я не пойму. Ну, просто куда-то дверь. А здесь стена из фанеры. Я пойму, может, чья-то тоже каморка. Так, счетчик газовый есть. А он новый, да, электрический? Проводка не знаете, новая, нет. Проводка старая. Утого на автомат какой-то висит, конечно. Охни большие. Внутри посмотрели. Давайте быстренько снаружи пробежимся. Вот этот храм красный. Вот в этой части дома он находится. Тут просто такой голландский дворик. Смотрите, это все каменная. Арка. И можно, да, мы сейчас заходили с той стороны, а можно зайти с этой стороны. То есть, входим вот с той улицы, с стороны храма. Проходим в арку. Просто если, ну, для туристов, это прям, вот, не представляете, как здорово, да, как атмосферно. Вот, мы проходим. И, соответственно, вот он подъезд этот. И вот сюда мы сейчас заходили. И вот он, ни разу эти четыре квартиры. Вот это окно. Это окно в ванной. Да, его можно открыть, у тебя будет в ванной два окна. Не знаю. А, кто-то говорит, что это стремно, но у меня жена работает в гостиничном бизнесе уже давно, и у них пользуются в усадьбе, в старинной усадьбе, и у них пользуются как раз-таки ванны с окном, с просом. Вот мы выходим на улицу. Вот он храм. Вот четыре окна. И вот заложенное окно. Вот его можно открыть и прямо на церковь смотреть. Будет совсем потрясающе. Вот. Есть ворота. Соответственно, наверное, можно открывать, заезжать на машине, но этот вопрос тоже надо решать как-то. Короче, друзья, что думаете? Брать, не брать? 900 тысяч. Квартира. Церковь. Администрация города Ельца. Еще одна церковь. И там центральная площадь. Вот такой вопрос. Что думаешь, жена? Не знаю. Немного. Пока. Оля.